Добрый день Доброе время суток, вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии Александр Цыпин И я приветствую наших сегодняшних гостей в нашей эфирной студии Прекрасный Александр Новиков, Саша, привет Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуй, Саша Слышим тебя так себе, честно говоря, давай еще раз Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуй, Саша И твой сегодняшний коллега, с которым ты приехал, это кто у нас? Это Борис Мочеряков, мы с ним вместе путешествовали по Алтаю Здравствуйте, Борис Да, всем привет Как ваши дела? Наши дела отлично Погода радует, путешествия еще Ну, сегодня речь у нас пойдет как раз о путешествии, в котором вы недавно побывали И мы будем сопровождать его определенным видеорядом и пояснять некоторые вещи Ну, а пока хотя бы вкратце, что это было, откуда, как, куда? Ну, мы в этом году запланировали поехать одно из таких дальних путешествий на Алтай Задумали мы это еще в прошлом году И за зиму вместе с Борисом Боря больше, конечно, занимался организацией, потому что он сам сибиряк и знает этот регион Это из Сибири, что ли? Сибиряк из Сибири, настоящий? Да, буквально два года назад переехал в Петербург, как раз из Барнаула Барнаул, это же Сибирь Это Алтай Ну да, и так Вот, и решили проехать по, значит, по Алтаю Но не тем маршрутом, который я уже проезжал на Харлеях по Чуйскому тракту до Монголии А более интересным маршрутом на таких уже тур-эндуро-мотоциклах Вокруг там Телецкого озера На пароме по Телецкому озеру и через перевал Катуирык И, в общем, сделать такой интересный новый маршрут И нам это все удалось Мы выехали из Санкт-Петербурга с Борисом вдвоем на мотоциклах И за четыре дня доехали до Барнаула В родной город Домой Да, ну а было приятно, наверное, да, говорить петербургскому Коренному петербуржецу дворянцу Дворянского происхождения Саше, да, что вот ты никогда тут не был Посмотри, вот здесь вот Вот тут вот я вот здесь вот вырос Здесь вот я курил в подворотне А здесь вот первый раз Я там выпил баночку пива Это же была экскурсия какая-то Особенно приятно было слышать, что он мне рассказывал, как он уже был на Алтае И приятно было говорить, да, ты не там был Ничего ты не видел, да Сейчас тебе покажу правильную Сибирь, да? Да А, да, ну извините, Саша прервал тебя Прошу, продолжай, да Вот за четыре дня доехали до Барнаула В Барнаул прилетела моя семья, жена с ребенком У Бориса тоже семья была уже в Барнауле И мы поехали большой и дружной компанией Значит, мы на мотоциклах Еще два мотоцикла у нас были с собой И на грунтовках Борин и дети на них тоже катились Хорошо подфартило с погодой То есть за всю поездку Я буквально один раз наделал дождевик И то часа на два То есть мы проехали посуху Дождя не было Дождя не было И вот от этого мы действительно кайфовали Ну, да, слово жаргонное, конечно А в реальности удается уже в наши дни Подготовиться к путешествию так Что вообще никакого неудобства не испытываешь Ну, вот страхи дилетанта Который никогда не ездил Который думает, а где я буду есть? А где я буду спать? А как я в туалет буду ходить? А где я буду? Ну, и прочее Вот обычные вопросы бытовые Уже мотоциклистам с опытом У вас решается на раз Да, сейчас с этим вообще никаких проблем нету И с заправками, и с питанием И с ночлегом Собственно говоря, мы даже и не бронировали ничего заранее Первую ночь ночевали мы Не доезжая немножко Кирова В придорожном отеле Вполне себе нормальном Там же и был у нас ужин Вторую ночь мы ночевали Уже в Екатеринбурге А это большие расстояния, да, между ними? Да, мы где-то проезжали в день чуть больше тысячи То есть общее расстояние было 4400 Ну и на 4 дня поделить То есть первый день мы проехали больше Где-то, наверное, 1400 А потом каждый день по 1000 Вдвоем или с семьями, или как? Как было? Вот непосредственно сама езда Это сколько мотоциклов? Мы ехали двумя мотоциклами Ехали вдвоем На гусях С минимум багажа Сразу не планировали ни палатки, ни очкинки Сразу планировали ночевать там, где застанет ночь Это как к вопросу инфраструктуры И вообще удобства сегодня путешествия В любом месте, в радиусе 50 километров Можно найти ночлег Разного уровня Заправки все располагают хорошими туалетами Хорошими сосисками, кофе и так далее В реальной жизни в 8 утра встали Или в 6, я не знаю Там позавтракали В полседьмого поехали И вы едете, скажем, без перерыва несколько часов, да? Встали в 7 Пол восьмого выехали Без завтрака Едем в бак Едем в бак, это 300 километров Мой маленький бак У Саши гусь жирный Он может доехать на двух баках До Сибири У меня на 300 километров И поэтому каждые 300 километров Остановка, заправка Кофе, зарядка, мороженка Либо кофе-сосиска И едем дальше А сколько 300 километров по времени занимает? Час, два, три, четыре, пять Сколько? Два с половиной часа примерно Ну три, да, вот возьмем грубо Если тысяча километров То есть три раза по три часа Сидишь за сутки за рулем, да? Да, примерно так Да, примерно так Остановка на 20 минут И, конечно, в третий-четвертый день Особенно третий день Выдался тяжелым С точки зрения жары Было 34 градуса И не спасало уже ничего И я даже приверженец Жесткой экипировки Всегда Вынужден был снять куртку И ехать в футболке Вот, конечно, жара вынуждала А как правильно бороться с жарой В экипировке? То есть ты снимаешь экипировку Дальше снимаешь с себя все Трусы, футболки, все убираешь Опять одеваешь экипировку на все На голое И так вот легче Или наоборот Ты остаешься в трусах Остаешься в футболке Снимаешь экипировку К своему стаду Я не знаю, как правильно Нет, ну по логике вещей У тебя есть белье Снимаешь термо Сначала термобелье Одеваешь опять куртку Ага Потом снимаешь термобелье Одеваешь тонкую футболку Одеваешь куртку Потом расстегиваешь куртку А потом просто снимаешь куртку И только черепаху повесил И все на себя Нет? А и черепаху тоже, да? Черепаху Футболки Футболки ехали Вот это, конечно А все же говорят, что ветер обдувает А вот тебе лучше ли будут Как из фена Как из фена То есть после 32 градусов Начинает ветер обдувать тебя горячо И это очень, даже весьма Это гораздо дискомфортнее Чем ехать, допустим В 19 или 18 градусов Ой Итак, Борис Вас что-то впечатлило Или вас, как сибиряка Уже вообще ничто Ничем не пробить Нет, меня, конечно, впечатлило С первого же момента С первого дня Это масштабы нашей родины Для меня это была Самая длительная поездка И самая длинная поездка В моей мотоциклетной жизни И, конечно, когда едешь один день Устаешь И день заканчивается Едешь второй день Устаешь А страна не заканчивается А вы в обычной жизни Вообще чем занимаетесь? Если не секрет В обычной жизни Я предприниматель Изготавливаю Железяки всякие Для котлов Ага То есть где-то Какой-то маленький цех Небольшой И вы этим рулите, да? Как раз у меня в Барнауле Да, предприятие Которое этим занимается То есть Из квартиры Поехать поруководить Там на метро А у вас есть метро? В Барнауле нет Хорошо, на автобусе На мотоцикле Не важно То есть все равно Перемещения Какие-то такие Маленькие, локальные В обычной жизни, да? Нет, я любитель В обычной жизни Поездить как раз на дальники Такие поездки Выходного дня Скорее На одну-две ночи Возможно по городу Я в Барнауле ездил Очень мало Сейчас в Петербурге Я учусь ездить по городу Больше каждый день И вот так вот В поездке Конечно впечатляет Это размеры Притяженность нашей страны Когда мы завершили Так скажем Прибыли к нашей цели В Барнаул Мы естественно устали Прошло 4 дня А мы проехали едва ли Наверное половину Только страны Примерно и получается Потому что до Владивостока я проезжал Это 10700 Здесь 4400 Даже половину не проехали От Питера до Владивостока Так что да Страна бескрайняя И очень интересно Когда проезжаешь Очень много областей То сразу Складывается впечатление Вообще Где там хорошо Где хороший хозяин А где хорошая Слушай ну отлично Вот Пермскую область Понравилась Прям по качеству дорог По Ухоженности Смотришь Маленький коттеджик 10 антенн спутниковых стоит Ага Вертолет там видно Угадывается На заднем дворе частный Не это А больше наоборот Насколько там У вас делаются поля Посажена Там Какая-то Сельхоз Продукция Там В Кострому Проезжали Вообще Знаете Как это Как будто народ Тут вымер весь Некошенные поля Там все заросшее Ну вот Совершенно деревни Такие разрушенные Ну прям Грустно Пермскую проезжаешь Там все ухоженно А когда въехали Прям в Алтайский край Там вообще фантастические Такие виды пошли Это бесконечные поля Гречихи Подсолнечных Ароматы какие-то Фантастические Мы попали Как раз на цветение Гречихи Заезжаешь в это поле Ну мимо проезжаешь И аж от сладости Скулы сводят на мотоцикле А бывает так Желание прям бросить все И броситься И начать Есть 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 Это все Вот эти все Цветы Вот эти Вместе со шмелями Ну есть Нет Но бывало Такие виды Что мы действительно Просто вот останавливались И смотрели И фотографировались Ну просто такие Фантастические пейзажи Ну на видео Там Видно были Эти поля Потом очень Показательно Тоже И по Качеству дорог То же самое Пермские дороги Хорошие В Екатеринбурге Ремонтируются Ну Новосибирские Они как правило Стабильно неплохие А Барнаул Относится Скорее К таким Более благополучным Районам Или как Или такой средний Алтайский край Мне кажется Он очень сейчас Хорош Очень хорош Борис Ну расскажите Как у вас в Барнауле Хорошо Там трамвай ходит Кока-кола Трамвай ходит Это же троллейбусы Да Но Барнаул Он же сельскохозяйственный край И в силу Акцентов За последние 15 лет Со стороны властей Именно на сельскохозяйство И на туризм Видимо за счет этого У нас очень неплохие дороги И они продолжают улучшаться Которые междугородные Неплохие дороги в городе Туризм Продолжает развиваться Но конечно Больше пока За счет горного Алтая Ну а по сельскому хозяйству Наверное Алтайский край Он известен во всей России Как жительца Самый большой Производитель А давайте спросим У петербургца Александра Известен тебе Алтайский край Как житница России Да Да И даже вот Когда мы улетали Ну а я улетал на самолете А Борис приехал Своим входом Обратом Потому что у меня По времени уже не хватало Надо было на работу Так вот Когда на самолете взлетаешь Вот Самолеты видно Как шахматная доска Посевы Разных культур И они вот Бескрайние Вот эти вот квадраты Хорошо очень А Горный Алтай Конечно Сейчас превращается В какой-то Действительно Центр туризма Настолько Там сейчас Активно Вкладывают Деньги И делают Какие-то сервисные Вещи По туризму Прям ну Радуется глаз Вот мы Бывало так Что ты скажем Пару-тройку лет назад Ездил И в этом месте Например Ну ничего не было А сейчас проезжаешь А там гостиницу Да вот как раз Показательное место Это Монжерок Там строится горнолыжный курорт И рядом вся инфраструктура И мы как раз были там два года назад Там был один подъемник И больше ничего А сейчас приехали Там Два подъемника Делается огромный центр Куча ресторанов Гостиниц Народу Ну я не знаю даже С чем сравнить Это ваши барнаульские Вкладываются там Нет Это строит Сбербанк И я буквально За пару недель До этого был в Сочи На Красной Поляне Впервые И Монжерок Конечно меня Навел на Такие сравнения С Красной Поляной То есть тоже Все так По взрослому Да По Сбербанковски Слушайте Очень круто А как вы вообще Познакомились с Александром И что это вас угораздило Ехать в собственный родной город С сопровождением Питерского Члена мотоклуба Известного Как это все случилось Познакомились мы давно В самом начале 2000-х Наверное Году 2001-2002 Поэтому мы дружим Общаемся И нам приятно С друг другом общаться Уже лет 20 Лет 20 Нас Ну одно время Мы работали в одной сфере В энергетике В те времена И пересекались По общим проектам И потом Когда я ушел Немножко в другую В машиностроение Борис остался В энергетике Но при этом Знаешь Хорошие люди Чувствуются А кто на кого повлиял Мотоцикл купить Как-то это все было параллельно Да Фазеры появились Одновременно Да А как ты знаешь На эту тему Мы не разговаривали А потом что-то Я вот мотоцикл купил А у меня тоже есть А у тебя как У меня фаза 600 И у меня фаза 600 И пошло Поехало Ну Вот А сейчас Когда Борис Уже два года Живет в Петербурге Совсем уже Мы в зоне Доступа Борис А вы не клубный человек Да Или как Или стремитесь Знаете Не клубный Только пока присматриваюсь И вот Об этой поездке О решении В прошлом году Саша меня звал с собой В поездку Из Владивостока До Питера Вы правильно Что не поехали Я Я конечно Когда ему идея Пришла в голову Он предложил мне И я согласился Но через наверное Недельки 3-4 Я слился С тем Объясняя себе Тем что будет Много работы Летом Ну работы было Не очень много И я конечно Жестко жалел О том что я с ним Не поехал И поэтому Когда он сказал Что давай Съездим на Алтай Я для себя Поставил сразу В график Эту поездку И начал готовиться И конечно Как Скажем так Принимающей стороне На Алтае Мне хотелось Показать Саше И его семье Немного Те стороны Которые Обычные туристы Не видят Ну о чем О чем речь И те места Куда они есть Допустим Они Когда с клубом Ездили Два года Заранее Они не попали В Белокуриху В те места Которые там Допустим Белокуриха 2 Которые новый Кластер строится Там вот эти Серпантины Вот эта гора На которой Саша Обомлел Стоял Смотрел Нема Одно Одно такое место Оно причем Было в начале Поездки Которая меня Сразила Сейчас мы поедем Мы поехали С семьями На тяжелых мотоциклах Доехали Там дорога была Не очень Мы сели на легкие И проехали Двоем И приехали в такое место Где там Скала такая Уступ И со всех сторон Вот пропасть И вид на горы Какая-то фантастика Это буквально В первый день В путешествия Декорация Я туда сел На эту Вот открыл рот И просто Даже у меня не было Слов И для передачи Своих эмоций И вот На самом деле Это было только начало Такое фантастическое И вся поездка Вот те места Которые Борис запланировал К посещению Просто вызывали Какой-то восторг Вот Просто восторг То есть мы поехали Когда из Белокурихи Уже По нашему маршруту Мы поехали Там не по Чуйскому трактору А по другой стороне Реки Катуни По которой тоже Ну там Обычно люди не ездят Да Там фантастическая дорога И по качеству И серпантины И виды Там подъехали К казино Которое там же На Алтае сейчас Борис А вы это все уже видели Естественно И вы этим всем хвастаетесь И у вас степень восторга Скажем Ну два с половиной Три балла А у него скажем Восемь баллов Да Потому что вы не первый раз Наверное нет У меня тоже не меньше Восьми баллов Почему-то это каждый раз Так же завораживает И впечатляет Тем более я Впервые брал с собой Детей Своих на мотоциклах Старших Им по 16 лет Парень Девушка И вот как раз Саша говорил Что мы везли еще В прицепе с собой Два мотоцикла Легких Это как раз Ребятишки И там где Ну Нет скажем так Дорожного контроля Да Ребятишки пересаживались На эти мотоциклы И ехали тоже рядом Это для меня тоже Была не меньшая эмоция Когда представляете Да Дети Твои Вот еще маленькие Едут вместе с тобой Получают те же самые эмоции И что еще Рассвет Там микроклимат Там микроклимат Там абрикосы Ну а какие-то животные Загадочные ходят Туры Какие-нибудь Яки Кто-то Мы ехали как раз Как говорят что ходят По Телецкому озеру Мы видели На горных козлов Там С парома Было видно Нам показывали Потом После того Как мы С Телецкого С парома Спустились Да На грунт уже И мы поехали От Телецкого озера До перевала Катуирык Это наверное Порядка там Ну плюс-минус Кентров 70-80 Хорошей грунтовки Которая проходит В Вдоль реки Челушман Челушман И там Вот тоже Саш Переменяются Очень быстро И настолько они Красивы Это и горные Такие Вершины Ну не снежные И горные Или и горные Сидят играют И горные Вершины И значит Как альпийские луга Где Пасутся Коровы Там ходят Кони Ну вот сейчас На видео Вот это что мы видим Это вот как раз оттуда Да Водопад Водопады А вот мы видим Александра Новикова Замечательного Это вот река Челушман Река очень бурная Красивая Но вдоль нее Нормальная асфальтовая дорога Нет Там грунтовка Ну очень хорошего качества Грунтовка То есть мы спокойно ехали Там ездят люди На легковых Совершенно машинах Там Ну и На солярисах Даже на ней можно проехать Но не быстро Но подвеска не отвалится Она проезжабельная Вот Потом Мы останавливались В очень интересном Таком Природном Месте Это Грибы Называется Грибы То есть это Ветер Скалы Так Сотворил Что они Как формы грибов Их очень много Они старые Этим гордятся Туда делаются Специальные экскурсии При этом На лодке перепрыл Через речку Челушман А там будут Наверное Грибы Обязательно будут Я там С флагом Сфотографировался Нашим Роллинговским Вот То есть на лодке Тебя переправляют Потом ты поднимаешься Вверх Очень тяжелый подъем Прям по скалам По камням И конечно Открываются Вот эти чудесные грибы И вид там И на Вы слушаете Моторадио В эфирной студии Борис и Александр Путешественники Покорившие Алтай Со всех сторон Прямо там По озерам По высотам И много где Прокатившись Слушайте Ну были какие-то Впечатления Такие вот Совсем прямо Неожиданные Даже для местного Барнаульца Местного сибиряка Что-то такое Выпало на вашу долю А Борис Наверное То что было неожиданно То что была Очень хорошая погода А обычно Обычно все равно Пару дней В путешествии Захватят дожди И причем На В Сибири Дожди Они такие Если зарядил То на сутки На двое То сегодня В эту поездку Мы Обошлись Практически Без капли А еще Знаешь Что еще Был обман Когда Борис Приехал в Петербург Ну я говорил А что ты в Питер Приехал Там же Он говорит Меня Сожрали Насекомые В Барнауле Там Говорит Их столько Мошки И комаров Ты не представляешь Так вот В этот раз Когда мы были В Барнауле Ни мошек Ни комаров Не было Я понял Что он меня Обманул Ни черта Причина При переезда Была другая Я к тому говорю Что нам просто Тоже в этом году Почему-то очень повезло Не было насекомых Ни мошки Ни комаров Которые В общем-то И даже два года назад Нас одолевали А сейчас То ли из-за того Что было сухо То ли из-за того Что было жарко То ли Ну я не знаю Из-за зимы Может звезды Не так Ну может Борис Поставил свечку Где надо Кому надо Ну он же не мог По всему маршруту Этих свечек Наставить Понимаешь Я понимаю Там в доме Фумигатор Там где-то в палатке Еще То есть насекомых Не было Я понял Про другую свечку Самому создателю Ну это правильно Да Ну комары Нас тоже не одолевали И было очень В этом отношении Комфортно Потом Сейчас интересно Тоже Перевал Катуйрык Он извест Сейчас там Круглосуточно Мы ночевали Около него буквально Круглосуточно Ведутся работы И делается там Новая дорога Она по всей видимости Будет уже не такая Пейзажная Наверное Вот эти все Шпильки будут Более Пологие И дорогу Скорее всего Асфальтируют Поэтому не так Много времени Осталось Чтобы хапнуть Вот этот вот Нетронутый Туристами Регион Я думаю Что буквально Скоро Вот это Кольцо Замкнут Асфальтом И оно уже Станет туристическое Думаю Паромы пустят Уже такие Более-менее Серьезные Так что Вот сейчас Кто хочет Еще посмотреть На этот Край Надо ехать Сейчас Там еще Пока Не так сильно Ступала нога Человека Потом очень сильно Тоже бросается В глаза В этом году Отсутствие Большого количества Мототуристов Если Два года назад Мы ехали Отсутствие 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 То есть Очень Мало Единичные Байкеры Группы По 2-3 Человека А когда Мы ехали Два года Назад Нам попадались Прямо Ну видно Что клубами По 10-15 Мотоциклов Огромное Количество В этом году Причем мы были В хороший сезон Это середина июля Обычно Все в это время Стараются Куда-то Выехать Мотоциклистов Было очень мало Не знаю Почему Может быть Тоже как и насекомых В жарах Я думаю Что Не знаю Это все как-то у нас Что же Когда пандемия началась Закрыли Европу И все ринулись на Алтай Может все уже его проехали И вычеркнули из памяти Уже надоело Как вариант Да Ну не знаю Там Хотя Там в прошлом году Говорят было Поломчество на Капказ Позапрошлом В Крым Может Из-за этого То есть Страну-то люди ездят Я там Ну общаюсь И с байкерами И смотришь То есть Народу путешествует Много Но нам почему-то Вот реально Не попалось Большого количества Мотоциклистов Ну может В этом и нет Ничего плохого Наоборот А может быть Я думаю Саш Потому что Мы поехали Северным путем Через Киров Пермь А основная масса Мототуристов Едут Москва Казань Челезинск То есть Южным путем Ну получилось так Что как раз Я вот этот маршрут От Новосибирска До Петербурга Уже проехал Тремя маршрутами Первый раз Мы когда ехали Два года назад На Алтай Мы поехали Москва Казань Пермь Екатеринбург И так далее То есть Все равно В Пермь Когда я в прошлом году Ехал из Владивостока Я поехал Новосибирск Курган Челябинск Казань Москва А в этом году Мы проехали уже Через Вологду Через Киров Пермь То есть Я всеми дорогами Проехал Ну и могу сказать Что самое красивое Конечно Это наверное Именно по красоте Через Челябинск А самая такая Незагруженная Ровная Хорошая Вот сейчас мы ехали Через Север Потому что Ну и потом Вот эта М11 Платка до Москвы Она уже Не вызывает Никакого восторга Я знаю Что очень много Байкеров Сейчас просто едут По По бесплатной дороге Потому что Там интереснее Больше драйва Какие-то обгоны Здесь просто Вот эти 800 километров Усыпляющие Дорога от Москвы До Казани Она тоже В общем-то Ровная и хорошая Там по дороге Нижний Новгород Тоже пробочная Там объездная Такая Она какая-то мерзкая Мне показалась Два раза ездил Два раза в пробках стоял А здесь Вот как-то мы Поставили крейсерскую скорость Там в районе 120 километров в час Ну почти без нарушения Да Там 20 превышения И ехали Вообще без проблем Вообще без проблем Кусочек в Костромской Немножко плохой дороги Но я уверен Что ее в ближайший год Сделать Инспектор Слушает нас Инспектор Достает протокол Так Составляет Так В эфире моторадио Какой-то новик Не нарушал Не нарушал Я же говорю По закону Не пришло Саш Ни одного штрафа Значит не нарушал Просто адрес сменил Возможно Интересная ситуация Вспомнилась На обратном пути Между Кировом И Костромой Увидел Стоящего мотоциклиста На обочине Ну мне что-то Захотелось После трех дней Пути уже Пообщаться с кем-то И Я развернулся К нему Подъехал Разговорились А он едет Обратным путем Из Петербурга На Алтай В Монголию Даже он ехал И Я говорю А ты почему Один-то едешь Он говорит Да мы в прошлом году На Алтай поехали Группы Все там переругались И теперь я один Вот Может быть причина Почему Может быть Уже все успели Переругаться С одной стороны смешно С другой стороны Многие говорят Что нужно все-таки Как-то отбирать Друг друга Для путешествия Длинного Правильно Конечно Конечно Это очень важно Самое главное Это 80% успеха Это компания С кем тебе комфортно Общаться Это близкие По духу Близкие По ритму жизни Вот даже там Жавороноксавай Тоже влияет Очень сильно На твое Ну вот такое Нормальное Моральное Устающие Ну опять же Можно в конце концов И техническими средствами Если вы едете вдвоем И все время Скажем Борис Тебе все время Что-то говорит Он же так тебя достал За три часа Ты просто выключаешь Рацию например И вы едете дальше Мирно Мы ее не включали Я кстати Хочу отметить Еще Борис На обратном пути Первую Сделал в своей жизни Железную жопу И он сделал норматив Поздравляю Проехав от Новосибирска До Екатеринбурга Это как раз 1600 с небольшим И сейчас Подал все документы На Оформление Я думаю Что Он уже скоро Будет коронованный Железный жопник В рядах Пребудет В рядах Пребудет А я уже говорил Что эта история Заразная У меня их 8 Поэтому есть к чему стремиться Азарт появится Азарт появится В плане совместного Время преврождения В поездке Тоже хочу отметить Что у нас с Александром Наверное не совпало Только то Что ты жаворона Кая сова Но это нам не мешало А остальное Темп Комфортной поездки Режим питания Режим Мы ехали абсолютно Без средств связи Друг с другом Только с музыкой Каждого своя И нас это не тяготило Абсолютно Ну в зоне видимости Видите друг друга Да То есть нам Не было потребности Болтать постоянно Друг с другом Остановимся на заправке Сидим Будешь мороженка? Буду И опять молчим дальше То есть такие мизантропы Мы несколько А были какие-то Ситуации неприятные Опасные такие Что-нибудь такое Была одна неприятная ситуация Когда уже Первый день нашего пути Уже смеркалось Перед Кировом Мы хотели доехать до Кирова Там остановиться И Борис влетел Колесом в яму Довольно таки сильно После чего мы остановились И он говорит Слушай давай уже дальше Наверное не поедем Или я сказал И он меня поддержал Ну неважно И мы решили остановиться Уже в ближайшем Придорожном отеле Потому что уже Было так это на грани Ну опасно Сумерки Это тот самый Единственный Небольшой участок Плохой дороги ДК с колесом Все окей было В конце концов В конце концов Все хорошо было Ну оно не спускало Но диск Немножко был замятый В Барнауле Когда мы приехали Его там отремонтировали Перед Алтаем Уже поправили все Но все равно Это такой был случай Неприятный Когда уже знаешь Надо было Вот остановиться Потому что Иначе Ну могло бы быть Что-нибудь не поправили Боженька подсказал Мы после этого Приняли решение Лучшее Вставать раньше Но ехать только В светлое время суток Чтобы по незнакомой дороге Ехать в темное время суток Это достаточно опасно Ну да И потом Мы тоже Очень много читали И смотрели Что как раз Вот такие Часы Дикие животные Начинают на дорогу Выбегать Ну Не стали рисковать И поэтому Приняли решение И потом у нас Все было гладко И хорошо Рассвет По моему Уже часов В четыре Да Уже Светало Поэтому Можно было Когда я делал Железную жопу Я выехал В пять Вот Давайте на этой фразе Мы перебивочку Вот такую поставим Хроники путешествий Ой Остановились на Железной заднице Да У вас она первая Борис Да Первая Ну Думаю не последняя Да Еще раз напомним Тем кто не знает Что это такое Это нужно Безвылазно Проехать За какое-то время Какое-то расстояние Одну милю Ой Тысячу миль Тысячу миль Одна миля Это Один и шесть Да То есть надо проехать Тысячу шестьсот километров За двадцать четыре часа Удалось Слава богу Да Вот в этот раз Да Удалось за Пятнадцать часов Пятнадцать часов А есть кстати В железной заднице Как это же скажем Железная задница Плюс Или железная задница Два плюса Золотая Железная задница Как раз Есть золотая Причем разные Действительно есть золотая У меня их даже две золотых есть Хотел сказать покажи Там полторы тысячи миль Надо проехать за 24 часа Это считается золотой То есть не тысячу как обычная А полторы Есть железная задница зимняя То есть надо проехать зимой Есть железная задница пустынная Надо проехать по пустыне А какая самая почетная Чем наверное дольше ты проехал Тем она и почетнее То есть есть там 3000 миль Ушел от ответа Все таки наверное как то условия Пустынная задница Водяная задница Два года назад было вручение Там наш Хогевец Один известный товарищ Серега детектив Есть такая задница называется городская Это он по кольцу ездил Здесь даже когда Балаев приезжал Награждал Жопа по кругу Понимаешь Вот ты думай Ну наверное да Наверное тут трудности определенные Есть по кольцу нарезать круги Честно говоря Ну да И плюс еще ко всему прочему У нас же кольцо расположено так Что там есть часть кольца Которые расположены в области Ну Кудрово например Еще что-то И они в зачет не идут Поэтому там ты либо должен Этот отрезок выкидывать Из общего километража Либо проезжать его по городу Это очень сложный норматив Вот я знаю что по моему Ребята пермики его делали Тоже там у них какая-то Объездная вокруг Перми Ну представляешь Ты 600 километров По кольцу гонять То есть вот мне кажется Вот это одна из самых сложных Ну для меня и зимняя Там не представляется возможным Хотя он наш Идейный вдохновитель Олег Хамзевич Понимаешь Там говорит Я проезжал У него все они есть У него все они Я так не представляю Что если я там В минус 5 Или выеду на мотоцикле Я через 5 километров Уже окалею Умру и все Поэтому Каждому свое Слушайте Давайте у нас время Потихонечку на исход Пошло Давайте мы Каким-то образом Дадим совет Мотопутешественникам Которые собираются На Алтай Что они там увидят Может быть Какие-то Лайфхаки В хорошем смысле Может быть где-то Вот не едьте Куда угодно Но только не туда Например Потому что там Что-нибудь Или наоборот Или что-то Чтобы не пропустить Не упустить Наоборот Вот я могу сказать Что я проехал И Ну так сказать Основной Мотоцикленной дорогой Личуйским трактом Туда-обратно И сейчас мы проехали Немножко другим маршрутом Более таким Аутентичным Которые не тронут И на любом мотоцикле Туда не проедешь Там все-таки Нужен более подготовленный Хотя бы там Тур-эндуро мотоцикл Такого уровня Вот Я могу сказать Что надо ездить Любыми маршрутами Любыми маршрутами Но обязательно Алтай надо посетить Почему? Замотивирую людей Слушай Ну потому что Такие виды Которые А Кавказ? Вот понимаешь Алтай он более концентрированный То есть Кавказ Он более длинный Там более гор Там нету таких лугов Он безусловно красив Но Алтай Он более концентрированный Вот проехав По долине Челушман Ты попадаешь сразу Как будто В несколько регионов разных И луга И хвойные Кедровые рощи И горы И одно место Мы остановились Саш Ты не поверишь В одном месте Одновременно Мы видели Три водопада Да Пауза была На момент фотографирования Вот представляешь Три водопада Одновременно Вот мы стояли на дороге Три водопада Мы вот видим Один лил сверху Во втором Вы прямо стояли внутри А третий был внизу Все лили сверху И плюс еще Рядом Текла бурная река Вот где ты Такую картинку Вот еще сможешь увидеть Одновременно Причем на разных Берегах реки Были два водопада Ну это фантастика Понимаешь Ну только ради этого Вот надо съездить В этом месте Просто остановиться И полицезреть это Какой-то был момент счастья Какая-то очень вкусная Копченая рыба Досталась неожиданно Или какой-нибудь А вы же не рассказали нам Про животных Про животных Ну у вас вышел олень На дорогу Да Мы когда уже возвращались Обратно По грунтовке Поехали тоже Ну мы обычно Старались два раза Одной и той же дорогой Не ездить По возможности И тут как раз Была объездная дорога И мы по ней едем И нам на дорогу Выходит олененок Совершенно маленький Ему было Ну несколько А кому он вышел на дорогу Тебе Саша или Борису А мы вместе ехали Это не имеет значения Мы ехали с разницей Саша ехал впереди Ну может быть там Среди оленят Говорят Слушай сейчас поедут два парня Говоря охотничьим языком Я выгнал на него оленя И он был такой маленький Красивый Мы видели Борсуков Мы видели Сусликов Мы видели по-моему Бурундуков Бурундуков Белокурихи Но это вообще тоже Это такие как белки Я так понимаю Все эти животные Они не страшные Не опасные для людей Никто не набрасывался на вас Нет Ну какие-нибудь анаконды Как что-нибудь там Не видели Змей не видели Наброситься там могут Только люди на людей Да А как кстати Алтайский край На предмет Криминала всякого Сегодня уже Безопасно для туристов А вот эта фраза Такая интригующая Сегодня же То есть значит Вчера Значит вы что-то знаете Ну я как местный житель Да Путешествую по Алтае Уже более 20 лет Поэтому как раз 20 лет назад Совсем далеко Глубоко Могли отнять Все В том числе и жизнь А сейчас уже Нет Сейчас уже Это все Упорядочили Безопасность Там Ну тогда Когда начали развивать Туризм Именно На федеральном уровне То есть порядок Навели Тоже Поэтому сегодня Абсолютно безопасно И вообще Все дружелюбные Улыбаются То есть куда не заходишь В кафе Все прям Рады тебе видеть И готовят там Вкусно Остановиться Всегда тоже Сейчас очень много Там настроили Небольших таких Гостиниц Ну там наверное Сервис конечно Не 3-5 звезд Но при этом Переночевать Даже с семьей Не составляет Никакого С горячей водой С горячей водой То есть везде был душ Такого не было Чтобы там вот Мы испытывали Какой-то дикий дискомфорт Но мы знали Что там не будет Там какого-то Мариота Или еще чего-то Но Чистое белье Горячая вода Каждый день у нас была 100% Давайте резюмируем Если у вас Мотоцикл Ну я к слушателям обращаюсь Если мотоцикл Тур-Эндуро Как ты говоришь Более-менее надежный И не очень старый Крепкий И вы не знаете Куда поехать Путешествие То езжайте на Алтай Это во-первых Относительно Не очень так уж Чтобы и далеко Дороги хорошие Погода хорошая Вокруг Поля С запахом Этой самой Гречишного меда Правильно? Да Водопады Речки Дружелюбие Шашлык Горы Коньяк Нет коньяк Вычеркиваем Горы Перевалы И тому подобное Да Ну что я за вас говорю Давайте Ты резюмировал Ну конечно я как Житель Бывшего Алтайского края Хочу рекомендовать Всем Мотопутешественникам Ни в коем случае Не ехать По Чуйскому тракту И туда И обратно То есть да В одном направлении Стоит по нему Проехать Это очень красивая И очень качественная Дорога И очень живописные Виды Но В другом направлении Нужно отклоняться И Есть масса Сегодня уже Путей Где Можно Проехать Через очень Интересные места Встретить Встретить Удивительных Людей Встретить Удивительные Абсолютные Явления Природы И нужно Конечно Отклоняться Ну что ж Может быть Напоследок Есть какие-то планы Которые можно озвучить Или На этом путешествии На это лето Все Нет У меня еще Запланирована В этом году Одна поездка Не знаем Когда она Произойдет Ну то есть Уже примерно Знаем Что она произойдет В начале сентября Точно знаем Что это будет Кавказское направление Но Точно маршрута Я сказать Пока не могу Потому что Он еще Прорабатывается Спасибо вам большое Борис Мещеряков Барнаул И Александр Новиков Санкт-Петербург Хроники путешествий Спасибо ребята До свидания Слушайте моторадио Всем хорошего настроения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok